приветствую короче сделали сделали мне тнвд в том плане что вчера я его снимал отвез поменяли сальник здесь сальник идет на него я грешил но они мне сказали что дело было не в сальник то есть сальник оказался вроде нормальный сухой дело самой муфти здесь вот болт и с другой стороны мухту тоже болт есть то есть один был подтянул он нормально один был вроде потянуты был один подтянул где затянул все теперь роде то есть если что только может быть в муфте я говорю ребята муфта новые поэтому я и грешу то на сальник так подводим к наших к нашей меточки нам надо открытый вот то есть это должно стоять принципе да в принципе так должно стоять так все готово сейчас самое неудобное самое неудобное это ставить я делаю даже достать болты погода сегодня с утра дождь сейчас вроде приостановился поэтому я решил поставить поставить всю неделю люди обещают дожди володе там погрузчик поставила пока к нему тут базируемся пока тут так что я только три болта нашел понял где еще еще должен быть так это у нас погода такая пасмурная ветерок прохладненько нам погоду ждать не приходится нормально так надо туда его так 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 вот так вот все теперь теперь наживляем все пометочки все вошло сейчас главное закрутить я говорю что сейчас опять ставим если опять будут подтеки то уже придется менять муфту новую муфту повезу новую муфту ставить новую на новую но эти муфты сказала что оригинальная не оригинал в них проблем никогда не бывало как он сказал как они там говорят еще проблема вот поступали поступают подача масла а это выход масла то есть сказали что может быть вот трубка выхода масла заставил так что значит муфта вроде муфту подтянул почему сразу не потянул ставили новый сальник сальник хороший был хороший нехороший но они тоже в сальнике как бы тоже может свои свойства теряют эластичность там ничего родной сальник еще стоял как бы если только мне его не меняли осенью такое тоже может быть да да может быть такое ну не знаю посмотрим сейчас короче что гадать будем надеяться что все нормально будет уже блин что за погода даже уши нулевая ветер холодный черемуха еще не цветет вроде обычно только так вот бывает когда холода черемуха цветет так 1 есть 2 так то хорошо тут птички поют блин такой очень как будто здесь речка сейчас пока не сезон блин на рыбалку съездить что ли на щуку хоть со спиннингом мечты мечты так вот это чего не почему так отогнулась надо ровненько садить гнездышко так все закручиваем подтягиваем так на 17 ну как ну как вот нету вины когда вот если муфту поставил новую ты должен ее всю протянуть вот уже косяк неужели это не косяк я вот по их не милости теперь потерял целый день потерял и вот на хрен это надо снимаю насос ставлю его опять делать ничего больше в такую погоду еще ладно это в хорошую погоду ковыряться можно почти стоит так что косяков их них нету они не виноваты а кто тогда муфту вставил не затягивал муфту то протягивает надо вы или нет это чей косяк ты это кто угодно только не они а я есть потекло сначала здесь смотришь а через горловину вот через горловину когда он суп унит уже да это что-то уже не в порядочке пальцы не меняла все родные пальцы у меня на самом ковше вот эти вот вот эти пальцы как бы уже на грани на грани как бы еще держат ничего поменял в сальники пока вроде ничего но на грани и где-то еще один не под подозрение а вот вот тут еще тоже серединка есть и тут пальцы блин все разные тут посмотрел думал одинаковые пальцы стоят не это смотрел тут один где длина там другая тут по-моему третье участие например заказывать то надо ехать с пальцем так скажешь и мне хер знает чуть и хочу они тебе продадут чего не подгонят 19 так ты нуде поставили да сейчас мы еще чуде вам прокачать воздух прокачку отсюда делаем все вроде нормально качнули и давление создание все вроде закрутил подтянул так можно короче его и добавишь да да туда его тут у меня стояла короче еще заводская стояла это пломба сам вы чувствуешь сколько можно добавить сколько это уж так вроде все да ну ничего качает нормально да тут родной то тоже не неплохо качал но из-под него сосала блин так все вроде бы все масло масло темненькое это очень хорошо что оно темненькое значит движок моет промывает всю эту хрень видишь пропускают клапан обратный и каждое утро так вот но я еще перед тем как ставить на поставил пуглющик отработал я воздух выпускаю все севера довоним динок пошел это хорошо все 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 будет смотреть держит муфта нормально ненормально немножко газа убавим все равно бюджок холодный теперь идем смотрим сейчас ничего не покажет наверно тут все равно смотрим нормально не пропускают ничего тут все равно смотрим нормально не пропускают ничего немножко ограничитель добавил а то слишком уж полгаза блин не могу дать вчера вчера ехал сюда в разгон не могу даже пустить его слишком завернули мне его тут отпустил я все равно совсем дури газовать не буду пока обкатываю еще хотел я спички шланг поменять я вроде держит блин пока вроде сухо ладно пока вроде нормально все пока прокатиться что ли маленько Я пошел домой, а я обкаточку решил сделать небольшую птицей, посмотреть как себя на оборотах это все ведет дело. Вчера, говорю, я тут проехался маленько, с базы, где я обычно базировался, где ремонт делал, до Володи. Так, что у нас, давление нормальное, ставим транспортную, погнали тихонечко, прокатимся, грязно, неохота было ехать мне, ну ладно, прокатимся тихонько. Чуть-чуть ограничитель добавил, чтобы топливная речка, побольше ход был. А то я вчера ехал, больно уж, слишком-слишком закручена была, даже это, меньше половины газу даешь, все, что это, немножко надо разгончик удавать все равно. Так, антифриз, у меня вчера еще шланг порвало, мы его порвали, когда ставили капот с печки. Шланг родной стоит еще, но он такой мягкий-мягкий, ну, родной китайский еще, родной. Надо купить силиконовый. Здесь, наверное, так, 2 метра в 5, наверное, надо взять, чтобы вход и выход с печки сделаю силиконовые. А с другой стороны, как бы, нет, все равно надо. Думал, фен поставлю, а что эту печку? И эта печка тоже нужна, она так, чистая. Вот она сейчас дует теплым воздухом, горяченьким. Осенью, весной, чтобы фен не гонять, фен поставлю вот сюда, да? Фен-то чисто в морозы. Сейчас до асфальта хочу доехать и по асфальту в гору немножко прогнать его. Нет, звук вообще стал, вообще другой. Я сел на новый погрузчик, получается. Такое ощущение. Движок работает, блин. Вон и тише стал, а у меня еще вибрации перестало сзади. Гидробак у меня херачил. Я же говорю, когда только сняли движок, увидели, ну, когда гидробак сняли, увидели, что он не держится ни хрена, там, ушки обломлены. Одно ушко обломлено, он прыгал там, брянь-то. Все равно вибрация была, значит. Потом глушитель, глушитель, сам бачок этот резонаторный, тоже пробитый был уже. Завалили все. Тоже звук другой стал уже. Не знаю, сейчас неделю пока здесь побазируюсь у него. Потому что он сейчас ремонтироваться будет. Ремонтироваться ему надо будет тоже. Движок, мало ли, хочет балансир, на балансире менять пальцы. Надо ему задницу поднимать на погрузчике. Поможем парню? Что, он же помогал тоже. И у меня пока здесь, на планировку меня уже зовут. Сейчас погода у нас, не знаю, сколько дней дожди будут. Показывают дожди. На планировочку-то пока. Ну, здесь рядом, короче. Я разговаривал вчера, говорю, планировка вроде рано, земля еще сырая. Ну, говорит, уже погрузчик-эскаватор, говорит, уже там копал маленько. То есть, держит, говорит, земля. Ну, у меня 10 тонн так-то не потяжелее экскаватора погрузчика вроде. Ну, посмотрим, что я говорю. Сделал он? Сделал он? Нет, так нет. Товарищ уже клиент старый, знакомый. Я ему делал тоже. Вот у меня тоже где-то пальцы на стреле немножко бьют, непонятно где. Вот эти два пальца я не трогал, не смотрел. Здесь я все разбирал, стрелу. То есть, здесь вроде не прыгает ничего. Непонятно. Дорога, конечно, здесь постоянно по ней. Как Володя постоянно по ней катается, блин. Пока выйдешь уже, напрыгаешься. Короче, сиденье. Вот этот Володя, у него же тоже погрузчик такой же, да? Он хочет сиденье менять. Хотел на воздушной подушке ставить. Я говорю, да нахрен это надо тебе. Если постоянно вот так вот ездить, прыгать, ладно еще. Больше ты от объекта до объекта по асфальту едешь. Ну, ради вот таких дорог 300 метров ставить воздушное сиденье, которое, ну, не знаю. Родное сиденье стоит 20 тысяч. Заказывать, ставить родное. То есть, родное, оно удобное. Кто-то мне говорил уже, писал, какое сиденье можно ставить. С какой-то иномарки, блин. То ли с Дафа, то ли с Улева, не знаю. С какой-то иномарки. Так, раскончик даем. Вторая, транспортная. Ямы. Вах. Качи горит. Качи горит. Идет на вторую повышенную, но я включу первую. Все равно пока большой нагрузки давать не надо. Так, 20. Уже получается 11... 11 моточасов уже накатал. Еще 39 часов. И обкатка... И можно масло менять. Так, посмотрим-ка мы... Боюсь, у меня эти шланги, блин, на печке проверять надо. Проверю, как держат. Я там штуцер сделал, переходник. Вчера, говорю, доехал до него, он говорит, у тебя бежит. Антифриз, блин, тоже дорогой нафиг. Все, держит. Я еще герметиком промажу. Все, сухо везде. Что у нас, как там, подмужка и дела. Непонятно, короче. Еще сырость. Вода, блин. После дождей, не поймешь. Так, вроде, более-менее сухо. Погода, блин, на улице. Противная погода. А в кабине тепло и сухо, и уютно. Ладно, больше не поедем. Сейчас развернусь тут. Дальше не поедем. Туда вот ездил. Туда вот ездил. Столбы выдергивал, там, планировку делал тоже. По этой дороге. Куда летишь, Mercedes, блин. Такой. Сам маленький, да. Фургон такой здоровенный. Как не страшно ездить на таких вот поворотах. Еще входить. Он по прямой-то едет, его качают. Разгончиком. В редукторах надо еще посмотреть масло уровень. Тоже, кстати, менять надо уже масло там. Вот, я говорю, блин, проблем-то много еще, которые надо устранять. Дребезжание всякие остались. Панель дребезжит. Сзади вроде все, дребезжание прекратилось. Сиденье надо смазать. А то, кто меня смотрит, некоторые из подписчиков из числа говорят, сиденье по скрипу вот. Кто-то написал, я, говорит, еду, говорит, в машине и тебя смотрю. А у меня сиденье скрипит, и, говорит, в наушниках слушаю. И, говорит, такое ощущение, что, говорит, у меня у самого в кабине скрипит сиденье. Знаю, как его тут смазывать. Честно говоря, в такую погоду, да, вот возиться неохота. Холодно. Ладно. Угоню погрузчик брату, там у брата во дворе можно ковыряться там уже спокойно. Так, ну-ка врубим сейчас рабочую первую черепаху. Вторая пониженная. В гору идем на ней. Полегче по крючку все равно. Для тех, кто не знает, на этих погрузчиках два моста постоянно работают. Вот эта скорость, она... Кто-то ошибочно считает, что включаешь на транспортную, и типа задний мост отключается. Там, на переднем мосту едешь. Или на заднем мосту едешь. Не помню. Нет, здесь такого нету. Здесь постоянно полный привод. Что на транспортной, что на рабочей. Постоянно работают. На Амкадоре, да, там есть отключение пятнего моста. Здесь такого нету. Это, конечно, немножко минус. А так... Все узлы работают нормально. Все, движок прогрелся, да. Уже нету таких выслопов. Температура... 65, около 70, нет. Ну, 65 где-то. Я говорю, чтобы эти движки нагреть, это надо с нагрузкой херачить. Обычная у них 65, 70, рабочая температура стоит при нормальной работе. Так, выключим. Не, все четко. Слава богу, блин. 160 тысяч. Все, удовольствие. Дай бог, чтобы лет на пять забыть уже про капиталку. Сейчас, как бы, советуют люди, раз в два года вкладыши меняй. И все. В принципе, можно. Пару сезонов отработал, пару лет. Поставил. Вкладыши купил. Посмотрел поршневую группу, кольца. Там, где ловтов, пять тысяч. На запчасти. И все. Вкладыши поменял. Поменял кольца поршневые, там, если что. И дальше ездишь. Потому что, я говорю, эти зимние пуски, они очень плохо влияют на движок, на ресурс. Ну и то. 9 тысяч моточасов. А не было такой зимы, чтобы я не запускал его в холодные такие вот морозы. Все равно, хоть и поддон греешь, где-то бывает, что и торопишься, да, мучаешь его, запускаешь. Потому что, я же говорю, для нас, в первую очередь, клиентура важна. Клиентура превыше всего, да. Поэтому, вот, ради денег, все ради клиентов, но куда деваться. Для того люди и берут эти погрузчики, чтобы работать и клиентуру нарабатывать. И тоже пишут, что жадность, да. Да какая жадность, ребята. Погрузчики, берешь, ждем работы. А иначе, для чего он нужен. Так, ладно, все. Сейчас еще посмотрю. Погляжу, где что, как. Так, печка жарит. Сейчас неровно стоит. Здесь ничего не поймешь. Больше покажет сейчас. Ну, покажет, как бы, норму, да. Но все равно его надо ровно ставить. Горизонтально ровно. Спрашивали меня про колеса, да. Какие колеса. Чи, вот. Пойми, че они. Китайские, так. Хэмон. Хэнон. Ханон. И. Не знаю, как читается правильно. Хэнон. Обычные, стандартные колеса. Цена 125. Л3. Джи 12. Хэнон. Поперечная волна. Заводские колеса, кстати, это. Более-менее вроде. Володя решил прокатиться на моем погрузчике. Чтобы почувствовать разницу. На, звук какой другой стал. Полуфия. Короче, на кордоне обринчит. Херня одна. Ну-ка рулем. Не-не-не, опусти. И теперь. Парец. Походу парец мне это надо, бля. Ну-ка. Вроде тоже сухо. Ну, что-то есть какие-то капли. Не то вода, не то. Непонятно, бля. Что-то тоже мне не нравятся пальцы, бля, уже. Покажется, что есть. Уже ход, бля, есть уже по пальцам, но... И тот, и этот. Нет, это нормально, а все, вторые болтаются, бля. Оба болтаются. Надо пальцы менять. Я когда смотрел, вроде они по втулке, вообще четко. Ну, по подшипнику, нормально. Без люфта. А тут люфтят. Ну, сейчас он сильнее стало. Разбивают их. Ну, и что, какие ощущения? Надо смазать, его будет. Вроде все работает, нормально. Всем пока. Спасибо за просмотр. Пишите, лайкуйте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok